Гвардия, давай! Гвардия, давай! А я приглашаю на эту сцену общественное логино-патриотическое движение «Молодая гвардия» отряд «Спартакцы». Гвардия, давай! 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 задание рассказать о каком-то памятном месте, о каком-то памятнике, но я подумал, что это будет как-то несправедливо и неправильно. Ведь, когда мы говорим о Горловке, мы имеем в виду не только памятники, какие-то памятные места с их историей, приуроченной каким-то великим событием. Мы имеем в виду город полностью, целый, каждую губочку. Все это часть истории. Даже наше знание, вот это, кинотеатр Искра, тоже часть истории. И сегодня я расскажу о том, как же начиналась история нашего города, с чего все начиналось. Итак, с начала строительства Курско-Харьковско-Азовской железной дороги в 1867 году основан поселок, одноименная железная дорога, станция Корсунь, а также каменно-угольный рудник, названный Корсуньской аккорд номер один, впоследствии шахта Кочегарка, состоявшей из двух шахт. Это было крупнейшее на то время предприятие угольной промышленности Донбасса. В 1879 году на нем работала... 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 Не забудем мир, не забудем их лица, Не забудем взгляды, будем помнить о нас. Это просто любовь, моя доля и мута, Это просто война, что мальчишка нашла, Это просто война. Ну что, встречаем следующего нашего конкурсанта. Лукьянов Денис за своей памятной презентацией. Всем известно, в честь кого назвали город Гогол. Инженер Петр Николаевич Горлов. Он усовершенствовал добычу угля на двух шахтах, находившихся вдоль трассы железной дороги. А в 1871-1973 годах построил шахту Корсельская код номер один. В будущем шахта Кочегарка. Которая по техническому оснащению и организации горных работ была одной из лучших в Донбассе. В честь Петра Николаевича Горлова и был назван город. Ну я думаю, эту историю знают все еще со школы. Нам много раз рассказывали, как Петр Николаевич Горлов нашел здесь месторождение каменного угля. Но я думаю, мало кто из вас знает, что наш город мог быть областным центром и будущим столицей нашей республики, как сейчас. Петр Николаевич Горлов Петр Николаевич 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 Дима Торзок